Книга «Открытым оком», том 2, тема литература, вопрос 823. Есть ли в поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон. Реалистическое начало?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Какой бы фильм сегодня ни показывали, даже самый хороший, на библейский сюжет, как Иуда Бен Гур, Камагридеши, Иосиф и исторические, военные, даже боевики, и нигде не обходится без какого-то сюжета отношений между мужчиной и женщиной. Любовь, трагедия, ревность, измена. Так точно и Лермонтов, вторгшийся в невидимый мир, начал философствовать на свою погибель. Колоссянам 2.18. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Откуда бы ему знать о влечении бесплотного духа к женщине? Бытие 6.2. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Не зная, насколько это верно, но будто бы Лермонтов переделывал эту поэму до 9 раз и, наконец, остановился на этом самом прескверном варианте и получил пулю в лоб. Никогда нельзя касаться запредельного, за пределами известного в Библии. Ничего, ни буковки нет реалистического в этой поэме. У Лермонтова, как и у всякого недуховного поэта, наступает духовная импотенция. Есенин, Маяковский, Блок и другие – они не знают, о чем писать. У них нет темы. Сегодня постоянно выпускаются книжечки стихов различных авторов. О чем они? Три-четыре строчки, два-три куплета – ни о чем. И пустая страница с финтифлюшками. И почитайте стихи С. Я. Натсона или Григория Нарекации. Прекрасно, с глубоким смыслом, хотя они всегда верно писали Твардовский и Расул Гамзатов. И если, будучи маловерующими, они так много сумели выжать своим талантом из привычного и известного прочим, то что бы написали они, если бы Библия была для них источником вдохновения и молитвы? В этой поэме Лермонтова мне нравится, что он выразил печаль падшего ангела, когда тот вспоминает о том, что он потерял, откуда он низвергнут. Как он, стоя за стеной кельи Тамары, слышит пение бывшего своего товарища ангела, с которым они когда-то пели эту песнь в небесах. Из глаз его слеза тяжелая катится, и ныне возле кельи той Насквозь прожженый виден камень, Слезою жаркою, как пламень, Нечеловеческой слезой.